В целом на троечку оценили качество школьного образования участники дискуссии. До отметки «отлично», говорят, в системе нужно меняться. Правда, не такими скорыми темпами, как это происходит с ее содержанием. Вводят то одни, то другие дисциплины, при этом нагрузка на детей, сетуют родители, в целом меньше не стала. Но их предложение вычеркнуть и школьного расписания часть предметов педагоги не поддержали. Говорить о том, что очень много в школе ненужных предметов я не могу, поскольку дети настолько разные обучаются. Кому-то нужна математика, кому-то нужна физика, кто-то будет филологом, кто-то будет географом. И сужать круг изучаемых предметов мы не имеем права. Профессиональное сообщество предлагает менять не содержание образования, а изменить подходы к обучению. Виртуальные очки чтобы были, компьютер у каждого, ну и так далее. То есть это вот такая вот реалия сегодняшнего дня, в которой живут дети после школы. Они берут телефон и мир на ладошке у них. Вот хотелось бы, чтобы мир на ладошке был и в классе тоже. К сожалению, сегодня школа несколько отстает от этого. Для перехода к современным форматам обучения нужно не только инновационное оборудование, но и педагоги-новаторы. А с этим часто беда, говорят родители. По их мнению, многие учителя пенсионеры. Просто дорабатывают в школе, молодые специалисты некомпетентны. В пятом классе начался шалтай-болтай, смена учителей. Какие-то девочки из института, которые сами ничего не знают, пишут с ошибками, исправляют правильно на неправильно. Я говорю, так, ребят, так не пойдет. Давайте что-то делать. Мне сказали, учителей в городе нет, терпите. Дефицит учителей – то ли проблема счета, то ли качественная беда управления. Но без ее решения школьное образование лучше не станет, убеждены эксперты. Они подчеркивают, нужно срочно поднимать престиж профессии. Мало уважения в обществе, пока так это есть. Это есть проблема, ее все озвучивают. И я считаю, что надо статус учителя поднимать. Должны быть уровни зарплаты. У них такие же, наверное, как в частных школах. Инструменты, бюджеты у директоров должны быть сопоставимы. Тотальное выгорание, именно психологическое, вот это моральное выгорание педагогов, я думаю, директора это подтвердят. То, что у них уже не остается сил из-за кучи заполнения бумаг, которые... Ну вот, педагоги скажут, что они никому не нужны. Они нужны только проверяющим инстанциям. И в высшей школе мы тоже с этим сталкиваемся. И вот больше внимания тогда детям, и больше внимания самим тогда педагогам, вот именно поддержка, что они видят, что в них заинтересованы. В последние десятилетия, говорят участники клуба, статус учителя опустился почти до уровня обслуживающего персонала. И все же это исправить несложно. Главное, зарплаты учителям повышать не на словах, а на деле. А статус и, как следствие, его качество образования – дело наживное, резюмируют эксперты. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком.